Для младших классов мультики, для старшеклассников документальные фильмы и презентации. В школах Ульяновской области начали проходить так называемые «зелёные уроки». На тематическом занятии знакомят с возможностями альтернативной энергетики, рассказывают о природных ресурсах и профессиях будущего. На самом деле нами разработан целый концепт, который говорит об энергосбережении. Он рассказывает, как сейчас в мире используют разные альтернативные источники энергии и знакомят детей с разными способами использования этих источников энергии. В этом отношении «зелёный урок» стал такой изюминкой. В гимназии номер один учащихся 10 класса поближе познакомили с ветроэнергетикой. «Зелёный урок», как и обычный, длился один академический час. В данном случае речь идёт о экологии. Это довольно важный аспект жизни каждого человека, так как через определённое количество времени источатся те же самые невозобновляемые ресурсы, типа нефти, угля, и люди должны знать, что с ними дальше будет и как они себя должны вести. О ветропарках России и 17 целях устойчивого развития, принятых ООН, мальчишкам и девчонкам рассказал гендиректор компании «Вестас Русский» Мал Юсупов. «Мы совместно с Роснано ведём большой образовательный проект на базе Баумановского технического университета и Ульяновского технического университета для студентов. Это прямо профессиональное образование. А вот с этого года мы стали проводить так называемые «зелёные уроки» для старшеклассников». Скоро к презентациям и фильмам для проведения тематического занятия добавятся специальные учебные методички. Кроме первой гимназии, с ветроэнергетикой поближе ещё летом успели познакомиться ребята из детского лагеря «Смарт», а также учащиеся Октябрьского сельского лицея в Чердоклинском районе. Рината Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Управда ТВ.